На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте и в начале выпуска коротко об основных событиях. Руководители учреждений молодежи, культуры и спорта обсудили ряд вопросов на встрече с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком. Поговорили о том, что сейчас происходит на предприятиях, чем они живут, какие проблемы. Новое учебное оборудование учителя химии, биологии и средних школ Ленинского городского округа снова сели за парты. Если мы раньше проводили с помощью лакмусовой бумажки, индикаторов, мы не знали, ну примерно, а сейчас это более точно, это современные технологии. В сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвященная столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. А вот это я и моя мама, а мы отдыхаем в лесу. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с активистами одной из первичек местного отделения партии «Единая Россия». Сообщество объединяет руководителей учреждений молодежи, культуры и спорта. На приеме побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. Свой день рождения политическая партия «Единая Россия» празднует чередой встреч и приемов с активными членами и сторонниками отделения. В рамках тематических мероприятий Ленинский городской округ посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Парламентарий пообщался с руководителями учреждений молодежи, культуры и спорта, участниками первичного отделения «Видновская-23». Поговорили о том, что сейчас происходит на предприятиях, чем они живут, какие проблемы, чем можно помочь. Действительно много предложений, есть вопросы, записали, переговорили. Я думаю, что мы будем эти вопросы решать. И может быть они и не так быстро будут, потому что все-таки есть глобальные вещи, например, строительство фоков. Они не решаются атомоментно, но более мелкие вопросы можно решить быстро. А те, что не скоро, поставим их, сделаем дорожную карту и постепенно, поэтапно будем идти до завершения. Во время встречи партийцы подвели промежуточные итоги года, поделились лучшими практиками и рассказали о планах на следующий год. Также обсудили вопросы о создании новых спортивных объектов и реализацию местной партийной программы на следующий год. В ходе беседы руководители учреждений смогли задать депутату волнующие их вопросы. Мы задали вопросы по поводу ремонта нашего здания. Историко-культурный центр – это центр города, это лицо города, лицо района. Поэтому мы бы очень хотели и надеемся на помощь и поддержку. В честь праздника активистам первичного отделения были вручены благодарственные письма и подарки. Она всегда ничего не просит, но всегда это делает. Также на встрече отметили и ход реализации народной программы «Единой России», которая, по мнению активистов, исполняется быстрыми темпами. За этот год удалось реализовать 300 наказов жителей и провести более 90 мониторингов важных социальных объектов. В ближайшее время депутаты фракции проведут встречу с первичными отделениями на отдаленных территориях муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках 31-х международных и 20-х московских областных рождественских чтений в Георгиевском храме города Видное состоялась конференция, на которой были рассмотрены вопросы современного храмового зодчества. На встрече присутствовали ведущие архитекторы России. Они рассказали нам об этапах, которым стоит начинать строительство храмовых комплексов, их храмов. И, конечно, те тенденции, которые сегодня присутствуют в храмостроительстве, они тоже приоткрыли нам некую завесу. Член Союза архитекторов России Дарья Родионова рассказал о том, какие понадобятся документы для проектирования, остановилась на современных строительных нормах возведения капитальных и временных храмов и их реконструкции. Это исходный документ для начала проектирования. Без него по-хорошему приступать вообще нельзя, потому что здесь дается ограничение, дается площадь допустимую под застройку, все те особые зоны, которые потом придется согласовывать. Член Совета по храмовой архитектуре Академик Сергей Гончаров поведал о том, как и какие современные тенденции и технологии дополняют классические в храмовом строительстве и архитектуре. Учителя химии и биологии средних школ Ленинского городского округа снова сели за парты. В рамках недели функциональной грамотности для них был организован мастер-класс, в ходе которого педагогов познакомили с новым оборудованием, которое в настоящий момент активно внедряется в учебных учреждениях Подмосковья. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас сегодня в нашей гостеприимной школе. Сегодня мы с вами в рамках недели функциональной грамотности собрались на мастер-класс. Цифровые лаборатории, а именно с ними сегодня знакомят учителей, до конца 2024 года появятся во всех школах Подмосковья. Они внедряются на базе федеральной сети образовательных центров «Точка роста» и призваны расширить возможности преподавателей не только в области химии, но и многих других дисциплин. Межпредметные связи, они были всегда. То есть уметь выделять главное, анализировать, делать выводы. Это же можно по любому предмету. То есть вот этому мы давно уже так работаем. Сейчас, может быть, что-то еще новое услышим. Тоже будем применять. Своим опытом с коллегами на этом мастер-классе делятся те, кто уже активно использует цифровые лаборатории преподавательской деятельности. Учителя Бутовской школы номер один не только рассказали, но и показали, как это работает. По сути, лаборатория состоит из нескольких приборов и специального программного обеспечения. Анализ можно сделать в виде таблицы, графиков. Мы можем их распечатать. Если мы раньше проводили с помощью лакмусовой бумажки, индикаторов, и мы не знали, да, ну примерно, а сейчас это более точно, это современные технологии. С применением цифровых лабораторий можно не только проводить качественные исследования в ходе уроков и внеурочной деятельности. Они позволяют учащимся реализовать различные проекты во многих других сферах, например, в области экологии. Есть определенные оборудования, которые можно использовать не только в неурочное и в неурочное время, но и взять с собой в какое-либо другое, в окружающую среду, чтобы измерить, например, чистоту воздуха, узнать чистоту водоема, почвы и так далее. Подобные обучающие семинары проводятся в Ленинском округе на постоянной основе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвященная столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. На четырех стендах представлены чудесные мгновения из детсадовской, школьной, рабочей и семейной жизни. С летописью поколений родом из СССР познакомилась наш корреспондент Галина Житкова. Вот здесь еще домов не было, да, когда вы жили? Нет, не было. Домов не было, здесь была деревня, все утопало в яблоневом цвете. Вот на этом пруду они купались, ловили рыбу, катались на коньках, в хоккей играли. Александр Григорьевич Николаев не пропускает ни одной фотовыставки в сквере «Юность». Приходит и вспоминает свою молодость. В очередной тематической экспозиции «Мы родом из СССР» сам решил принять активное участие. Центр не изменился, только окраины изменились. Там, где наша была молодость, где мы катались на лыжах, теперь огромный город, так называемые каменные джунгли я называю. Людмила Александровна Якуничева тоже представила на выставке свой личный архив. Рассказывает, что очень бережно относится к фотографиям, потому что в них отражается как история страны, так и семьи. Делал эти фотографии Александр Иванович Якуничев, мой папа. Он 20 лет проработал в газете «Ленинец». Поэтому он фотограф был замечательный, и он нас всех фотографировал. Выставка «Мы родом из СССР» посвящена столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. На четырех тематических стендах расположено 48 фотографий. На черно-белых снимках многие жители города вполне могут узнать своих знакомых. Это 50-е, 60-е, уже 70-е годы. Здесь у нас показаны и школьники, здесь у нас показаны и вечерние школы, которые были. Мне даже кажется, что вот здесь вот у нас Надя Пирогова. Прям очень похоже. Моя одноклассница. Ой, какая красота. Каждый из четырех стендов представляет разные возрастные периоды в жизни прошлого поколения Видного. Детсадовские, школьные, рабочие и семейные фотографии. Чудесные мгновения из жизни обычных людей. А вот это я и моя мама. А мы отдыхаем в лесу. Где-то мне тут 3-4 года. Мы очень часто отдыхали со своими родственниками. Моей мамой было две сестры родных. Мы с ней все время очень часто встречались. Мне очень дорогие эти фотографии детские. И сразу воспоминания, сразу всех вспоминаю, потому что их уже нет. Сотрудники историко-культурного центра выбрали самые интересные фотографии для этой выставки и предлагают всем жителям города познакомиться с любопытными моментами из жизни поколения родом из СССР. Выставка в сквере продлится до 30 декабря. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Виднетове. Очередной турнир по самому элегантному виду спорта художественной гимнастики прошел во дворце спорта «Видное». На крыльях успеха этой названия соревнований и девиз. Каждая участница стремится выступить так, чтобы не только получить очередную награду в свою копилку, но и выполнить первый взрослый разряд. Тему продолжит Татьяна Брылова. Красота и грация. Эти слова всегда ассоциируются с олимпийским видом спорта, художественной гимнастикой. Более 600 спортсменок приняли участие в первенстве Ленинского округа, представляя различные муниципалитеты Подмосковья, Москву и другие регионы России. Очень красивый турнир, очень хороший большой зал. Город Матичи, наверное, позавидовал бы такому залу, честно. Обстановка очень дружественная. Майя – рыбка в художественной гимнастике всего год. До этого были танцы, занятия которыми помогли девочке легче войти в спорт. В упражнениях с предметами Майя предпочитает мяч. Мяч мне больше нравится из всех предметов. Больше у меня получается он, сам мяч. Эти соревнования для спортсменок возможно сделать шаг вперед, выполнив первый взрослый разряд. Они должны выполнить всю программу и набрать нужное количество баллов. Сейчас конец года, поэтому, конечно же, каждая гимнастка хочет себе под елочку получить такой подарок в виде первого взрослого разряда. Судят турнир профессионалы. Одни оценивают технические характеристики, другие – артистизм участниц. Правила очень сложные. Это целая наука, целый талмуд. Мы учим, чтобы правильно судить или отслушивать. Если в бригаде, где отсутствуются элементы, смотрим, как девочка делает элементы. Если технические ошибки смотрим, смотрим, тянет колени, носки, четко держит форму элементов или нет. Если артистика, как выступает, танцует, как выражает музыку. В церемонии награждения приняли участие исполняющие обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта Унаэля Нугаева и депутат Совета депутатов Ленинского округа Владислав Рымша. Мы рады приветствовать гостей, которые приехали к нам издалека. Разрешите от имени главы администрации Ленинского округа Спасского Алексея Петровича поблагодарить всех. Поблагодарить вас, уважаемые наши девочки, родители, тренера, организаторы. Поблагодарить за то, что вы занимаетесь таким замечательным видом спорта. Немногие знают, сколько труда и сил стоит на тренировках, на занятиях, которые девчонки проводят. Поэтому вот эта площадка – это то место, где мы можем увидеть то, чем они нас могут сегодня удивить. На пьедестале в этот день блистали десятки юных звезд художественной гимнастики. У них, несомненно, много еще впереди. Но каждая победа – ступенька вверх, помогающая взлететь на крыльях успеха. Татьяна Брылов, Виктория Филатова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.